Здравствуйте! Это программа «Красота и здоровье» на телеканале ТУВА24 в студии Инна Клаян. Сегодня мы поговорим о рукопашном бое, какие борцовские виды спорта включают в себя рукопашный бой и какие используются приемы. Хочу представить гостя программы «Инструктор», председатель Федерации армейского рукопашного боя по Республике ТУВА, за спиной которого имеет более 30 лет стажа Олег Магушевич. Олег Магушевич, знаю, что вы ветеран боевых действий, работали в СОБРе. Главной задачей ветерана СОБРа считают достойное воспитание подрастающего поколения и пропаганда здорового образа жизни. У бывших сотрудников для выполнения этой миссии есть и опыт, и мудрость, и характер. У вас занимаются не только рукопашным боем, но и самбо, и фитнесом. Как вы к этому пришли? С детства я всегда мечтал заниматься спортом. Клубов у нас раньше мало было в советское время, в мое детство. И приходилось довольствоваться тем, что есть там вольная борьба, бокс. А потом уже, когда 1978 год, когда школу заканчивал, то вдруг где-то увидел в журнале у друга физкультура и спорт карате. Меня это очень заинтересовало. И одноклассник мне объяснил, что это японская школа карате, где бьют руками, ногами, разбивают рукой кирпичи. Я заинтересовался и стал у него журнал просить и смотреть. После этого, когда школу закончил, мне карате это очень понравилось. Я стал везде собирать информацию, картинки из газеты, журналов вырезать, вклеивать в тетради, подписывать себе. И так вот начал я основательно заниматься спортом. Карате – это самый первый вид мой спорта. До этого была, конечно, вольная борьба, потом самбо, дзюдо. И на карате я остановился, потому что мне оно очень понравилось, что там ударная техника и борцовская техника присутствуют. И потом занимался, занимался. Потом в армии занимался еще. С армии пришел, меня стали приглашать несколько раз в милицию работать. Я на то время почему-то отказывался, не знаю, занимался. А потом, когда открыли ОМОН, самый первый СОБР, специальный отряд быстрого реагирования. И когда меня пригласили, то я согласился и устроился там инструктором по рукопашному бою и по боевой подготовке. И оттуда началась моя боевая карьера спецназовца, где были у меня боевые командировки и все прочее. А на сегодняшний день какими видами спорта вы владеете? На сегодняшний день я... Ну, что вот входит в мой рукопашный бой? Мне нравятся разные виды спорта. И как бы отовсюду я стараюсь выбирать более такое качественное, полезное, эффективное. И стараюсь применить это в своем зале, в рукопашном бое. Это туда подходит бокс, карате, тайквондо, ноги. Бокс – это у нас одни руки у нас летают. Карате, тайквондо там в основном ногами бьют. И борьба с самбо. Все включает в себя. Это как бы борьба с самбо, как переводится. Тут он без... Это бой без оружия, чтобы можно было голыми руками, допустим, отразить противника вооруженного. В последнее время, несколько лет назад, к нам Шалбан Валерьевич Караул приглашал из Кореи мастера по хапкидо. Десятого дана, по-моему. И вот с ними вместе мы занимались отдельно где-то в Сизиме, потом в других спортзалах. И Шалбан Валерьевич Караул мне предложил, чтобы я стал президентом Федерации хапкидо в Туве. Мне это предложение как бы подошло, понравилось. Я стал усиленно заниматься хапкидо, изучать эти материалы. И то же самое, вот эти приемы хапкидо стал своим ученикам тоже давать в рукопашном бое. То есть, как бы, есть приемы очень эффективные и хорошие. А в наше время, как бы, вот если бокс, кого-нибудь ударишь, это нельзя, запрещено. И зачем бить вообще человека, когда можно просто сделать болевой прием, скрутить что-нибудь там, на руку надавить, и все, человек сдастся просто, и все. Вы тренируете и взрослых, и детишек. Какие достижения есть у Ваших воспитанников? Если честно сказать, через мою тренерскую деятельность, наверное, прошло около миллиона детей. Самый маленький возраст, это с 4 лет. Ну и я, как бы, шутя говорю, до 100 лет. От 4 до 100 лет могут заниматься у меня в спортзале. И так как много людей через меня прошло, тренируясь, они уже выросли, стали большими. Они уже стали приводить своих детей ко мне в школу. И даже есть такое, что кто у меня занимался давно-давно, они уже выросли, дети у них занимались. И их дети приводят уже своих детей. Это считает, третье поколение, внуки у меня уже стали заниматься. То есть у Вас занимаются и дети, и взрослые разными видами спорта. Вот, допустим, рукопашный бой. Да, рукопашный бой, я Вам скажу, рукопашный бой и боевое самбо, это как бы различия, в принципе, никакого нет. Это только на соревнованиях правила маленько изменены. И экипировка, форма одежды на соревнованиях совсем отличается. А сама подготовка рукопашного боя, боевого самбо, оно, в принципе, схожее с ММА, боями без правил. Все то же самое, ударная техника и борцовская техника. Это как бы, оно одинаковое такое идет. А на что делается больше уклон? На физическую силу или все-таки на технику? Если брать малышей, младший возраст, младшие группы, там в основном больше уделяется внимания на физику. Потому что дети, они как бы пришли, новенькие, совсем маленькие, там первоклассники. Они слабенькие. Сейчас вот нынешняя молодежь, она вообще как-то слабенькая стала. То ли на физкультуру не ходит, то ли отлынивают, все это. И когда в зал приходят, даже в два-три раза отжаться не могут, как следует. И вот в первую очередь всегда для малышей, в основном, дается физподготовка, большая часть. А потом только начинаем обучать там руками приемы какие-то, ногами приемы. Ну и потом впоследствии, когда они уже более окрепнут, ну уже потом борцовскую технику даем. Олег Магушевич, меня впечатлил тот факт, что вы сирот и инвалидов принимаете бесплатно. Сколько у вас таких особенных клиентов? Вообще, вот как я являюсь ветераном боевых действий, у нас своя ветеранская организация пенсионеров и ветеранов боевых действий. У нас как бы сложилась такая традиция, что знают, что я открыл свой зал, занимаюсь с детьми. И те ветераны, которые на пенсии, которые еще работают сейчас, ребята, они если видят где-то беспризорников, где-то ребят там вдруг увидели, там пацаны мелкие, ходят курят, что-то под забором там шарятся. Они просто берут с ними, разговаривают и приводят ко мне в зал. И потом выясняется, что это дети беспризорники или там с бабушкой, с дедушкой живут, плохо учатся, в школу не ходят. И вот приходится с такими детьми заниматься, их ставить на правильный путь с ними, короче, разговаривать, помогать им как бы в спорте там. Иногда давать даже свою какую-то экипировку им, форму какую-то тоже выдавать им. И ребята, когда чувствуют такое отношение к себе, они как бы сами начинают тянуться. И таких же ребят, которые не из благополучных семей, тоже подтягивают зал. И мне, допустим, это очень хорошо, что ребята не где-то там что-то шлын дают, пакостят, а приходят в зал, заинтересованные залом. Я для всех ребят своих говорю, что мой зал, это для вас как ваш дом. Можете в любое время приходить, там у меня теннисный стол стоит, телевизор есть, компьютер есть. Они могут спокойно там в любое время сидеть, отдыхать просто. Допустим, пришли из города, захотели чай пить, там у меня микроволновцы, чайники тоже могут спокойно там посидеть, чай попить. Помимо тренировок. И кроме этого еще иногда обращаются инвалиды. Вот несколько лет назад я познакомился с одним дяденькой, ему уже сейчас 60 лет, где-то, наверное, 61. И он слепой по зрению, уже 18 лет. И он ко мне обратился, пришел в зал, не знаю, как он, откуда его узнал. И говорит, вот, Олег Мангушевич, помогите мне, пожалуйста. Просто бывают такие ситуации, идешь по улице или в магазине, пристают пьяные и начинают там отбирать деньги или еще что-нибудь такое, или просто издеваться там над слепым. Ну, я с ним поговорил, да, конечно, ситуация-то не очень приятная, когда, если ты не видишь ничего, еще при этом над тобой издеваются. Я согласился его взять к себе, он мне ничего не оплачивал, просто мы с ним, это, как бы, вообще подружились. Мне было с ним очень интересно разговаривать, он настолько был умный, начитанный. Но в то же время, вот, то, что на работе, на аварии где-то потерял зрение, я его стал обучать самообороне. Когда, допустим, к нему подходят близко, он должен рукой отстранять из себя, только чувствует какой-то контакт на себе, на теле, он ловит руку, загинает и получается болевой прием. Бить никого я ему не говорю, потому что если ты ударишь, тебя начнут бить. А если ты просто болевой сделаешь, там, на пальчик нажмешь, на кисть нажмешь, человек просто закричит от боли и скажет, больше не буду лезть к вам. И вот этот дяденька, как бы, у меня уже много лет занимался, сейчас, вот, где-то несколько месяцев назад он переехал в Карахак, что ли, или куда-то. И в последнее время я уже не вижу его, но только созваниваемся, и он спрашивает, что какие-нибудь там новые приемы есть. Я говорю, да, как-нибудь приедешь, покажу. Еще вот тоже обращался тоже дедушка, ему 70 с чем-то лет, у него был инсульт, и он пришел ко мне в зал, говорит, вот, Олег Мангушевич, что мне, как сделать, что быть, мне очень тяжело, ходить плохо. Я с ним тоже разговаривался, но взрослые люди, они, как бы, у них свое там прожитое, много есть, много информации тоже разговариваешь. И вот я с людьми вот так, как бы, в общении сближаюсь, и, как бы, и мне приятно с ними общаться, и в то же время я им какие-то упражнения показываю, и от этого, естественно, результаты хорошие у них появляются. Этот дяденька у меня позанимался где-то месяц, и потом мне рассказывает, Олег Мангушевич, мне так хорошо, говорит, стало легко, я сейчас и по лестнице, говорит, спокойно поднимаюсь, и от дышки перестала. Ну, и вот такие вот часто приходят, это глухонемые тоже приходят, занимаются, тоже самооборонить, тоже им показываю. Ну, мне вот просто интересно с людьми вот так заниматься, и я им помогаю, потому что я смотрю, они улыбаются с добром ко мне, и я с ним, как раз, я открытой душой. У вас, в общем, каждому из них своя, наверное, тактика, техника, особое общение. Да, это все верно. Для каждого свое, для Слепова, допустим, одно, те, там, тактильное, чтобы чисто на контакт. Для глухонемого, допустим, там, свое что-то дает, для других там свое, вот, во время разговора выясняешь, что им необходимо, что им нужно. С некоторыми даже, иногда бывает, психологически разговариваешь. Когда психологически поговоришь о том, о всем, по душам, и у них прямо спокойствие на душе, и они довольны, уходят домой. Насколько травмоопасны такие занятия? Самбо, рукопашный бой и занятия самообороны? Насчет травматичности в нашем виде спорта и во всех, как бы, единоборствах, естественно, без травм никак, никогда не обходится. Все идет через шишки, через синяки. Могут, бывают и травмы, конечно. Но прежде чем заниматься спортом таким, всегда родителям говорим, чтобы они застраховали свое чадо, своих детей. Потому что эта страховка, она всегда просто по улице идешь, споткнулся, раз, упал, нос разбил, палец себе сломал. Вот эта страховка просто от несчастных случаев. И, допустим, говорит в спорте вообще насчет травматичности, то же самое хоккей, тоже очень сильно травмоопасно. Или просто фигурное катание, на коньках катаешься, споткнулся, подскользнулся, упал, тоже травму получил. Во всех, где движение идет, всегда травмы есть. Но у меня в спорте, когда дети приходят в зал, для того, чтобы что-то начать делать, бить руками или там бороться, надо сначала научить детей защищаться. А если бороться, надо сначала научить детей падать правильно, чтобы они не травмировались во время падения. А когда человек умеет правильно падать, то любые броски, любая борьба идет, человек правильно падает и травму как бы не получает. И когда, допустим, если брать руки бокс, если защиты нету, то ударит человек, там нос ломается, фингал поставится. А если у него защита хорошая, то как бы опять минус, травмы тоже как бы не будет в таких случаях. В первую очередь надо сначала учить человека правильно передвигаться, страховаться, падать. И тогда травм будет мало. Какую нагрузку устанавливаете по разным возрастным категориям? Для младшей группы в основном идет силовая нагрузка, там основные отжимания, приседания, пресс, лягушка, общеразвивающие упражнения. Потом только техника дается. Средняя группа, там уже идет половина на половину. Половина физнагрузки, половина техника ставится. Но обычно в средних и старших группах там идет техника, упражнение сделал, силовая. Опять упражнение сделал, силовая. Вот так вот чередуются у нас комплексом. Есть у нас кроссфит, где чисто приходят кардио-силовые упражнения, где выносливость вырабатывается и взрывная сила. Также еще хочу сказать, что у меня в зале преподается фитнес для девушек, для женщин. Ну, не только для девушек, для женщин. Там и можно даже в пожелании парням или мужчинам приходить. Но в основном женщины ходят, которые хотят привести себя в надлежащую форму красивую. Фитнес у нас как бы заключает то же самое кардио-силовые тренировки. Девушкам очень нравится, и они получают хороший результат. За месяц, за два по-разному скидывают по пять, по семь килограмм. У вас много девушек ходят? Не только на фитнес? Я имею в виду и про рукопашный бой. Рукопашный бой, боевое самбо. К нам, допустим, ходят девчонки, девочки. Если взять в процентном соотношении, то где-то 60% мальчиков, 40% девочек ходят. В вечернее время на самооборону ходят где-то 50% парней, 50% половина на половину девушек. На фитнес в основном 90% девушек, 10% парней. Какие у вас отношения со своими воспитанниками? Ой, с моими детьми, с моими любимцами. Очень хорошие отношения, я их люблю, и дети меня очень тоже любят. Я думаю, что это самое главное. Своим детям, я всегда говорю, когда строится, особенно новичкам, построение, перекличка. Потом я им объясняю. Дети, хорошо ли у вас все дома, на улице. Если у вас какие-то там проблемы есть, чтобы они всегда приходили в зал, говорили мне. И мы будем сообщать эту проблему решать. Потому что это дети, это тоже мои детки. Я за них отвечаю. Хочу, чтобы они были сильными и добрыми. В моем зале никогда не сквернословят, не матерятся. Если вдруг что-то там разозлился и сорвалось языка, они сами знают, что надо себя наказать. Упали быстро, 10 раз отжались. Это воспитание хорошее. Еще вот тоже говорю детям, кстати, это я уже сколько год детям показываю и новичкам показываю. Вот этот знак. Большой палец в ладошке, пальцы закрываем. Это означает помощь, помогите. Человек попал в беду. Допустим, если ребенка какого-то схватили, и она незаметно должна кого-нибудь или толкнуть, чтобы обратили внимание, и как-нибудь спрятать, там большой палец сюда, сюда. И тогда люди уже, кто знает, это означает, нужна помощь, помогите, что плохо, что-то случилось. И я детям вот это показываю. И говорю родителям, тоже покажите, скажите обязательно. Всегда быть на чеку. Да. Олег Магушевич, что посоветуете начинающим спортсменам? Что я могу посоветовать начинающим спортсменам? Ведите здоровый образ жизни. Приходите в зал. Спортивный образ жизни, это как всегда, это здоровый дух, где они не ругаются, не сквернословят. А спорт, он всегда помогает дисциплине. И эта дисциплина, она по жизни тоже очень помогает. Кто спортивный, он старается какие-то достижения свои достигать, выполнять. И кто спортом занимается в дальнейшем, во всех работах, он эти достижения всегда выполняет свою планку и доходит. Олег Магушевич, спасибо, что пришли к нам в студию, рассказали полезную и очень интересную информацию. Ну, а мы с вами прощаемся. Если вы хотите заняться спортом, необходимо будет проконсультироваться и с врачом, и с инструктором. Возможно, есть и противопоказания. Это была программа «Красота и здоровье» на телеканале ТУВА-24. В студии была Инна Клоян и гость программы, президент Федерации армейского рукопашного боя Олег Магушевич Чамзарай. Берегите себя и будьте здоровы. А мы встретимся на следующей неделе. Продолжение следует...